Девушки отдыхают Илон Маск спас мир, не путем создания замечательных продуктов, которые двигают человечество вперед, и не покупкой Твиттера, теперь известного как «Экс». Бум! Для того, чтобы вернуть свободу слова в интернете. Нет, речь буквально о предотвращении ядерной войны, и ответ — да, вообще-то, Илон Маск сделал буквально это. Давайте заглянем в фейк-ньюс. Украина в ярости на Илона Маска за предотвращение атаки на ВМФ России, о чем в этой статье ни слова, что это привело бы к ядерной войне. Миллиардер заявил в четверг, что сказал своим инженерам не включать спутниковую сеть «Старлинк» над Крымом, чтобы предотвратить запланированную атаку на Черноморский флот. Если собираетесь совершить атаку в районе города Севастополь, это крупнейший город Крыма и большой порт на Черном море, где стоит на якоре российский флот, понадобятся спутники, чтобы направить беспилотники в нужное место и атаковать российский флот. Илон Маск подтвердил, что он просто не активировал спутники в этом регионе, поэтому Украина не смогла провести нападение. Илон Маск, давайте поверим его словам на Экс, Илон Маск предотвратил ядерную войну? Маск тайно проинструктировал инженеров отключить «Старлинк». Маск говорит, что это не так, добавлено примечание сообщества. Маск говорит, данные регионы «Старлинк» не были активированы, SpaceX ничего не отключала, есть разница между отключить и включить. Илон говорит, поступил экстренный запрос от государственного органа на активацию «Старлинк» вплоть до Севастополя. Очевидно, намерением было потопить большую часть российского флота на якоре, если бы я согласился на это, SpaceX явно стала бы замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта. Так что, очевидно, это очень хороший поступок и очень справедливый поступок со стороны Илона Маска, потому что мы не хотим ядерной войны. Но, конечно, возможно, мы в меньшинстве. Скажу вам, что узнал из очень высокопоставленных источников, цель, конечно, ядерная война с Россией. Потому что это позволило бы нам объявить тотальную войну, потрепать нервы России до такой степени, что она использует ядерное оружие, и тогда появился бы предлог. Потом идем в ООН, и у нас был бы повод для раздела России где-то на 18 стран. И полномасштабного вторжения в Россию, что наши кровожадные элиты хотят сделать уже много лет, десятилетия. Они всегда хотели развалить Россию, всегда хотели полномасштабное вторжение в Россию. Они абсолютное зло. Тогда попробуем так. Воля народа Донбасса и Крыма должна определить, будут они частью России или Украины. Верно? Да. В смысле, мы же, мы же за демократию? Такие дела. Это твиты Маска. Илон Маск пишет, Украина добилась блестящих тактических побед, но и следует опасаться чрезмерной самоуверенности, ведущей к стратегическому поражению. Когда Россия полностью мобилизуется, погибнут миллионы с обеих сторон. Это то, о чем Илон Маск говорит постоянно, и Илон Маск неизменно был сторонником деэскалации этого конфликта. Именно поэтому он не позволил использовать свои компании для шагов в сторону ядерной войны. Вот отрывок из биографии, написанной Уолтером Айзексоном, которую получил мой коллега Шон Лингус, дающий новый взгляд на размышления Илона Маска о роли Старлинг в войне на Украине. И как вы сказали, согласно этой биографии, Маск действительно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Старлинг для украинцев, когда они планировали и пытались провести скрытную атаку на российский флот в районе Крыма. Согласно биографии, это произошло потому, что он разговаривал с российскими представителями и полагал, что это может вызвать ответную реакцию России, которая была сродни, цитата, «Мини Пёрл Харбору», и что Россия действительно может ответить применением ядерного оружия. И это также отчасти объясняет его двойственное отношение к использованию Старлинг в условиях войны в целом. Он сказал, цитирую, «Какова моя роль в этой войне? Старлинг не предназначался для войн. Он нужен, чтобы люди могли расслабляться за просмотром Нетфликс, выходить в интернет для учебы и заниматься добрыми мирными делами, а не нацеливать дроны». И что не так с этой цитатой? Это наглядно показывает миграцию левых в партию разжигателей войны. Правые стали занимать антивоенную позицию, и им пришлось пересадить эту опухоль в новую почву, новый грунт. И они стали окучивать противников войны, в надменности им не занимать. Что не так с этой цитатой? Он не говорит ничего предосудительного. И ничего плохого нет в следующей цитате, сказанной в эфире СНН президентом Дональдом Трампом, говорящим за подавляющее большинство американцев, что эта война глупа, и мы хотим ее прекращения. Что вы... могу я развить тему? Вы сказали, что думаете не в терминах победа, поражения. Господин президент, позвольте продолжить, потому что то, что вы сказали, это очень важное заявление. Вы хотите, чтобы Украина или Россия победила в войне? Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они гибнут. Русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали погибать. И я позабочусь об этом. Я сделаю это за 24 часа. Я это сделаю. Для этого нужны президентские полномочия. Но вы не говорите, что хотите победы Украины. Знаете, что я скажу? Вот что. Я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег. Они вложили 20 миллиардов, а мы 170, и им следует поравняться с нами. Но это не ответ о том, кто должен победить. У них достаточно денег, им надо поравняться. Я связался с НАТО. То, что я изложил, я заставил их вложить сотни миллиардов долларов, которые они не платили при Обаме, при Буше и всех предыдущих президентах. Вот почему они могут помочь им вести войну. Из-за денег, что я выручил. Я хочу, чтобы Европа... Но давайте поговорим о том, что происходит на Украине, господин президент. Она выделила больше денег, потому что они смеются над нами, они держат нас за придурков. Мы тратим 170 миллиардов на далекую страну, а они прямо по соседству с ней. И они вложили 20. Так не пойдет. Говоря о том, что... Блин, какая абсолютно отвратительная, ужасно самовлюбленная Гарпия. Это Кейтлин Коллинз. Боже, ее так тяжело слушать, так раздражает. Она просто невыносима. Ее прерывания, эти постоянные перебивания... Черт, почему бы просто не дать человеку высказаться? Это же президент Трамп. Просто дай ему высказаться. Верно, он отвечал на вопрос. Поразительно. Надо взять интервью с Джо Байденом и интервью с Трампом, посмотреть их бок о бок. Относятся ли ведущие СНН к ним одинаково? Дамы и господа, Илон Маск лайкнул этот клип от нашего замечательного продюсера ALX. Подписывайтесь на него на x.com. Дональда Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина или Россия победила. Я хочу, чтобы все перестали умирать, русские и украинцы. Да, вот это гуманный взгляд на вещи. И еще раз скажу вам, не раскрывая слишком многого, но высоко в военной разведке Мои знакомые говорят, что конечная цель, которая будет считаться успехом, это подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия. И так получить предлог для вторжения в Россию. Они подталкивают к этому, желают, чтобы это случилось, хотят такой сценарий. Россия просто раскатала Украину в этом конфликте. И поэтому они собираются провести эскалацию на этом военном театре, чтобы добиться ядерного ответа России. И тогда, конечно, можно объявить полномасштабную войну. Можно будет, конечно, назвать это новой глобальной войной с терроризмом, так? И ввести американские войска, а потом можно начать войну с Китаем, развязать войну с Китаем под тем же предлогом и полностью развалить американскую империю. Так, потому что именно этим все и кончится. Что Илон Маск предотвратил это, может быть одним из величайших актов мира в истории человечества. Спасибо, Илон Маск. Эти люди просто кровожадные ублюдки. Это так... это... это... Слова и... слова... И мораль ускользают, когда речь идет об этих людях. Не могу понять, что движет неаконами. Не могу понять. Это за гранью моего понимания. Эти люди хотят войны. Они требуют войны, требуют смертей, требуют жертвоприношений. И я не понимаю этого. Воистину, воистину, это чистое зло.